Этот священный день выпадает на 11 лунных сутки месяца март-апрель, а также это первый день поста после индуистского празднования Нового года. Слово «камада» переводится с хинди как «исполнение желаний», поэтому этот иката же считается крайне благостным для осуществления мечтаний. Этот пост соблюдается по всей Индии, а также вайшнавами и теми, кто стремится к саморазвитию и очищению духа, души и тела. Ритуалы «накамада» и «кадаши». В этот день верующие просыпаются с восходом солнца и совершают утреннее омовение. Затем они подготавливают пуджу для Бога Вишну. К его образу подносят сандаловое дерево, цветы, фрукты и благовония. Считается, что этот ритуал помогает получить божественное благословление. Необходимо соблюдать пост с благоговением, выполняя определенные правила. Разрешается есть простую пищу – фрукты, овощи, орехи, сухофрукты. Пища должна быть благостной, исключающей мясо. Даже тем, кто не соблюдает пост в этот день, рекомендуется не употреблять рис, чечевицу, пшеницу и ячмень. Соблюдение поста начинается уже на Даши Меча и Трашукла Пакши, предыдущий день. В этой титхе следует есть только один раз в день, до захода солнца. Далее, по возможности, нужно соблюдать сухое голодание в течение суток, начиная с восхода Икадыши до восхода Двадыши. Пост прерывается на следующий день за Икадыши поднесением Брахману еды и пожертвований. В этот день желательно воздержаться от дневного и ночного сна. Верующие читают мантры и баджаны, прославляя Бога Кришну. Кроме того, очень благостно читать священные писания, такие, например, как Вишну Саха-Сранам. В храмах, посвященных Богу Вишну и Кришне, проводится множество ягий, лекций и выступлений. Соблюдающий пост должен также слушать Камада Икадышеврат Кадху. Сказание об этом священном событии. Она впервые была рассказана святым мудрецом Васиштхой по просьбе Махараджи Дилипа, который был прадедом Шри Рамы, реинкарнации Бога Кришны. Значение Камада Икадыши. Этот Икадыши открывает индуистский календарь постов, что делает его наиболее почитаемым среди всех Икадыши. Важность этого поста подчеркивалась во многих священных текстах, например, в Араха-Пуране. Во времена Махабхараты Шри Кришна излагал блага этого Икадыши пандавам, а точнее царю Ютьхишхири. Соблюдение поста в этот день помогает человеку приобрести и приумножить добродетели. Кроме того, этот Икадыши защищает всю семью постящихся от любых видов проклятий, наложенных на них. Также утверждают, что постящиеся бездетные пары будут вознаграждены сыном. Кроме того, соблюдая пост, обретаешь освобождение из бесконечного круга пятирождений, в конечном итоге достигая Вайкунтхи, вечной обители Бога Вижного. Так об этом Икадыши говорят священные писания. Шри Сута Госвами произнес «О мудрецы, позвольте мне принести мои скромные поклоны Высшей Божественной Личности Багавану Шри Кришне, Сыну Деваки и Васудевы, с благословления которого я могу сейчас здесь описывать священный день, очищающий от всех видов греховных действий». Это праведному Ютьхишхири Шри Кришна впервые поведал о славных 24 основных Икадыши, способных уничтожить все грехи. Я же теперь перескажу одну из этих историй тебе. Великие мудрецы выбрали эти 24 рассказа из 18 священных Пуран, что свидетельствуют об их достоверности. Ютьхишхири Махараджа обратился к Кришне. «О Бог Кришна, о Васудева, пожалуйста, прими мои скромные поклоны. Будь добр и расскажи мне об Икадыше, что проходит в фазу светлой половины луны месяца Чайтра. Как он называется и какими благами обладает?» Господь Шри Кришна отвечал «О Ютьхишхира, слушай же меня внимательно. Я поведаю тебе древнюю историю этого священного Икадыши». Историю, которую когда-то сам Васиштха Муни рассказывал царю Дилипи, прадеду бога Рамачандры. Царь Дилипа задал вопрос великому мудрецу Васиштхе. «О мудрый Брахман, я бы хотел услышать об Икадыше, что выпадает на светлую часть лунного месяца Чайтра. Пожалуйста, опиши мне его». Васиштха Муни отвечал «О царь, твоя просьба истинное благо. Я с удовольствием расскажу тебе о том, что ты хочешь знать». Икадыше, что проходит в светлую половину луны месяца Чайтра называется Камада Икадыше. «Он уничтожает все грехи так же, как лесной огонь уничтожает сухие ветки. Он очищает человека и наделяет большими заслугами того, кто соблюдает его со всей душой. О царь, слушай же теперь древнюю историю, настолько благостную, что можно избавиться от грехов, просто слушая ее». Однажды, давным-давно, был такой город Ратнапура, украшенный золотом и бриллиантами. Царь Пундарико был правителем этого города и среди его обычных подданных было много ганхаровов, кенар и абсар. Лолит и его жена Лолита, прекрасная танцовщица, были одними из ганхаровов. Эти двое были очень привязаны на друг другу, они не знали, что такое бедность, их столы всегда были полны вкусной еды. Лолита очень любила своего мужа, а он, в свою очередь, постоянно думал о ней. Однажды при дворе царя Пундарико собралось множество ганхаровов, они танцевали, а Лолит пел. Его жены не было, и он ничего не мог поделать, но постоянно думал о ней. Постоянно отвлекаясь на эти мысли, Лолит перестал следить за мелодией и ритмом песни. Конец очередной из них он не исполнил должным образом, и одна из завистливых змей, что всегда было при дворе царя, пожаловалась государю, что мысли Лолит были полностью увлечены его женой, а не его покровителем. Царь разозлился, услышав это, его глаза налились гневом, в жажде отмщения. Вдруг он закричал, «Ах, ты глупый подлец! Раз ты предавался страсти, думая о женщине, вместо того, чтобы думать о твоем царе, когда исполняешь свой долг перед государством, я проклинаю тебя стать каннибалом!» О царь! Лолит тут же превратился в ужасного каннибала, огромного демона-людоеда, чья внешность могла привести любого в ужас. Так, бедный Лолит, прекрасный певец Ганхарва, был вынужден страдать из-за оскорбления, нанесенного царю Пундарики. Видя, как мучается ее муж в обличии ужасного каннибала, Лолиту одолило отчаяние, она думала, если мой муж так страдает от проклятия царя, какой должна быть моя участь, что мне делать, куда идти? Так мучилась Лолита день и ночь. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью супруги Ганхарвы, ей приходилось везде бродить с мужем, продираясь сквозь непроходимые джунгли, в то время, как он находился под полным влиянием царского проклятия и был вовлечен в ужасные злодеяния. Он, когда-то будучи прекрасным Ганхарвой, теперь судорожно рыскал по запретному региону, предавая страшному поведению людоеда. В полном отчаянии от того, какие ужасные страдания приходится терпеть ее мужу, Лолита начала рыдать, следуя за ним его безумными тропами. Однако, однажды Лолите посчастливилась набрести на мудреца Шринги, сидящего на вершине известного холма Винхьячала. Приближаясь к нему, она тут же поклонилась Аскету и выразила ему свое почтение. Мудрец заметил ее, преклоняющийся перед ним и спросил, «О, прекрасная, кто ты? Чья ты дочь и откуда родом? Пожалуйста, расскажи мне всю правду». Лолита отвечала, «О, великий старец, я дочь славного Ганхару Виратхановы, а имя мне Лолита. Я брожу по лесам и лугам с моим дорогим мужем, который превратился в демона-людоеда из-за проклятия царя Пундарики. О, Брахман, я ужасно огорчена, видя его устрашающую форму и жуткие греховные деяния. О, господин, пожалуйста, подскажи мне, какой ритуал мне нужно выполнить, дабы искупить вину моего мужа? Что я могу сделать, чтобы освободить его с демонического обличия? О, лучший из Брахманов. Выслушав жалобную просьбу Лолиты, великий мудрец Шринги сказал, О, дочь Ганхарвы, через несколько дней наступит икадыш под названием Камада, который приходится на период растущей луны в месяце марте-апреле. Благодаря строгому соблюдению этого икадыш исполняются все желания. О, мягкая женщина, следуя моим наставлениям, соблюдай этот обет икадыш и передай всю заслугу, которую ты накопишь, соблюдая пост, своему мужу. Тогда под влиянием этой заслуги твой муж немедленно освободится от этого проклятия. О, царь! Получив подобные наставления от мудреца, Лолита радостно соблюдала обет этого икадыши. И на два дыши она предстала перед мудрецом Шринги и богом Васудевой, говоря, Я честно соблюдала пост комады икадыши. Пусть заслуги, накопленные мной за это время, освободят моего мужа от проклятия, обернувшего его в каннибала. Да освободят мной приобретенные заслуги моего мужа от его беды. Как только Лолита закончила говорить, ее муж, стоявший рядом, тут же был освобожден от проклятия царя. Как только Лолита закончила говорить, ее муж, стоявший рядом, тут же был освобожден от проклятия царя. В тот же миг ему вернулась его натуральная форма гандхарвы, прекрасного небесного певца, украшенного множеством чудесных украшений. Теперь Лолит и Лолита могли наслаждаться еще большим изобилием, чем было у них прежде. И все это произошло лишь благодаря силе и благой славе Камада и Кадаши. В конце концов, пара гандхарва зашла на борт небесного корабля и поднялась в небо. Господь Шри Кришна продолжал, «Ой, Ютхюсхира, величайший из царей, всякий, кто слышит эту удивительную историю, должен непременно соблюдать священные Камады и Кадаши по мере своих возможностей. Ведь праведный человек обретет много заслуг, постясь в этот день. Так я описал тебе славу Камады и Кадаши на благо всего человечества. Не существует лучший Кадаши, чем Камада. Он способен искоренять самые ужасные грехи, даже такой, как убийство Брахмана. Он также отменяет все демонические проклятия и очищает сознание. Во всех трех мирах среди движимых и недвижимых живых существ нет дня лучше, чем Камада и Кадаши. Такова история Камада и Кадаши, описанная в Велических Писаниях. Напомню, что пост на Икадаши начинается с восхода солнца или же с предыдущего вечера. Вайшнавский ведический календарь рассчитывается полонным циклом с учетом географических координат, поэтому дата Икадаши и время выхода из поста изменяются относительно местности, в которой вы находитесь. Если вы хотите узнать дату Икадаши и время выхода из поста на следующий день для вашего города или региона, то найдите ссылочку на календарь под этим видео. Продолжение следует...